Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, достопочтенные львы. Ну что ж, сегодня у нас заканчивается уже апрель. И я предлагаю вам расклад на май. Посмотреть, что у вас там будет в мае, что вас ожидает, уважаемые львы, в следующем месяце, в мае 2020 года. Что ожидает львов, в мае 2020 года. Карта умеренность. Семерка посохов. Туз пентаклей. И шестерка посохов. Я хочу умеренность перекрыть. Посмотреть, о чем говорит она. Это карта старшего аркана. Король мечей. Ну что ж, давайте смотреть. На первый такой беглый взгляд, вроде, месяц получается неплохо для вас, львы. И тон месяца задает карта семерка посохов. Хоть вам и придется, как говорится, понадобятся силы для того, чтобы как-то действовать. Но карта говорит не как-то, а действовать. Потому что карта говорит о том, что май месяц, вам сидеть просто так, лично вам не придется. Вы не сможете. Карта говорит, что нужно действовать. Что хватит уже сидеть, ничего не делать на карантине. И в мае вам придется, как говорится, пошевелиться. А что же придется делать? Ситуация складывается так, что, опять же, король мечей говорит, что нужно действовать. Потому что, чтобы найти золотую какую-то середину, какой-то баланс между тем, что вы сидите, и между тем, что работы как бы нет, в общем, надо как-то определяться. И что-то, какие-то движения, какие-то волны начинать делать. И будет складываться ситуация так, что надо будет. То есть вы не сможете уже просто так сидеть и продолжать бездействовать. Причем эти действия, которые вам понадобятся, вам нужно будет делать в мае, увенчается успехом. То есть это не просто так, что вот побежал, начал действовать, начал какие-то волны вокруг себя делать, и безуспешно. Нет, они принесут вам какой-то результат. Результат, я бы не сказала, что это будет денежный результат. Потому что тут с Пентакли ушла незначимая карта. И то есть здесь, здесь, то есть это не будет какой-то разовый, вот можно так сказать, это не будет какой-то разовый денежное, не будет какое-то разовое денежное вознаграждение. Это будет почесть и слава вам в течение месяца, в общем-то в течение всего месяца. Так что, чтобы как-то сдвинуться с мертвой точки, вот этой вот, которая сейчас у нас происходит, вам лично, львы, нужно будет складываться в так ситуации, что вам нужно встать и нужно будет действовать. Невзирая на то, что какой-то там карантин и какие-то там запреты. Я не знаю, то ли это будет движение вне дома, или, может быть, это будет какое-то движение происходить у вас там на онлайн, то есть по интернету, на компьютере. Но тем не менее, что-то сдвинется с мертвой точки, и вам понадобится работать. И эта работа вам принесет успех. Ну, вот такой вот расклад получился для вас на май, львы. И я думаю, что, наверное, не так уж плохо. Причем силы у вас есть. Вы сможете это дело делать, не знаю. И, скорее всего, это будут какие-то, наверное, все-таки физические движения. Ну, может быть, я так предполагаю. Вот. И что я хочу сказать, что, да, в конце, значит, мая будем делать, смотреть дальше расклад на июнь. Так что, кто не подписан, оставайтесь со мной, подписывайтесь и следите за моими выпусками. А я желаю вам, уважаемые львы, здоровья, благополучия и успешных движений в мае месяце, которые, в общем-то, вам сулят карты. Ну, на этом закругляюсь. И всем пока!